Слышно? Теперь будем, типа, диктовать, типа, на наушнике. Так, шум посторонний сейчас. Вот, нет, это еще... Так, сам все хорошо? Шум в микро? Нет, это еще, походу, старый. Это уже старый. Что со студией? Что со студией? Все актуально, все круто. Записываем треки. Делаем биты, работаем усердно. Над новым шитом. Сейчас уже лучше будет. А ну, короче, из-за количества сообщений задержка. Да, ребятки, из-за количества сообщений задержка, как Макс говорит. Так. Единственный чувак, который заботится обо мне. Давай вот так. И несет меня домой, если я пьяный. Еще что-нибудь интересное. Почему был фит шоком? Потому что для меня шок. Я Диме уже это говорил. Он для меня реально художник, артист настоящий. Он делает свою хуйню. Он рисует, рапует. Все круто. И как бы... У него как бы свой стир. Привет из Казахстана. Привет назад. Как жизнь? Ну, живу, не жалуюсь. Жив, здоров. Жирнее. Периодически. И сбрасываю. Я реально не успеваю. Я вообще не успеваю ничего. Не, я не в Германии, я в Киеве. С Гнойным будет Киев? Ребята, такие вопросы, как бы, к человеку, который сидит со мной рядом. Ну, как бы... Привет из Минска передай. Гнойный, как бы, для меня нормальный чувак. Мне нравится, что он делает. Будет жесткий андеграунд. Ну, конечно, будет жесткий андеграунд. Или вы думаете, я буду танцевать под... Клауд биты, блядь, и трясти, нахуй, и прической каре. Привет из Бобруйска. Бобруйска, заебись, привет назад, Бобруйска. Тут, короче, просто привет. Короче. Я понял, что комментарии читать тут бесполезно. Просто расскажи, что-нибудь правило, что-нибудь такого. Что рассказать про альбом? Я бы вам уже сказал название. Будет называться... Пик драма. Это, типа, как, блядь... Боевая свинья, короче. Это я. Мы запишем, не знаю, там, нормальное количество треков. Самые хорошие треки, самые прикольные мы возьмем на альбом, а все остальное мы будем выставлять так. Так. Насчет концертов не уверен, как бы у меня пока нету желания выступать. Но, я думаю, появится. Как здоровье? У меня все хорошо. Занимаюсь спортом. Бегаю периодически. Что с голосом? Что с голосом? Я как бы простыл и очень много курю, потому что в Украине стоит сигареты, пачка сигарет 1 евро, а не 7, как у нас. Вообще, ну, конечно, battle. Конечно, battle. Так. Versus, Versus, не знаю, как бы, честно говоря, не очень мне нравится. Или не очень, сейчас не очень нравится, что происходит там. Но если кто-нибудь, кто мне интересен, вызовет меня, то можно и подумать. Потому что для пиара это реально крутая платформа. Так, дальше что там? Давай расскажем ему. Что им рассказать? Да тут просто привет. Нет, с Драгу стопудово нет, потому что Драгу мне вообще не интересен. Ни как человек, ни как МС, и все, что он делает, мне вообще не интересно. О, там кто-то на арабском написал. Ей! Нет, SkyRal вообще ничего не будет, никакого контакта у меня с ним нету, и музыки стопудово с ним не будет. Это я вам могу сказать стопроцентно. Процентно. С Ginex тоже не будет никаких фитов, потому что мы с ребятами уже долго не общаемся. Не знаю. Будут другие интересные люди на альбоме, у меня будет Америкос один на альбоме, и я пока не буду говорить кто, откуда. Ну тут в основном только один. Что с классом, да? Да. Не будет, ребятки. Я не буду, я не буду разговаривать на эту тему с вами пока что, потому что для меня самого это все еще не ясно. Артем такой человек, как бы своеобразный, как бы. Если что-то будет, я вам обязательно сообщу. Пусть сами приедут и поговорят с ним. А, ну да. Ребятки, или пишите ему, у него по-моему есть даже какие-то странички в соцсетях. Если он вас не заблокировал, спрашивайте его. Шок будет на альбоме, стопудово. Я ему даже биты скинул, он мне прислал текст, короче. Он будет, ну пока что на альбом, на одном треке, но как бы у меня желание поработать с ним, ну, побольше как бы. Так что. Вообще, ребятки, как вам мои новые куплята? Все спрашивают, что с голосом. Я просто в этот день записал, наверное, 3, 3, 3, короче, куплеты или даже больше. И чуть-чуть сорвал голос, как бы. Опять же, много курил, как бы. Прикольные вопросы попадаются, но их дочитать не могу. Как тут установить даже? Как сын? Сын, круто вообще, умный мальчик, растет, сильный. Ждать это утроги. А, кстати, проверяли студию, он там чуть-чуть. Записал. Держи. Микрофон. А здесь микрофон? Хорошо. Твою мать 3 будет? Твою мать 3 не будет. Так что... Как альбом? Вроде сказал как... Боевая свинья, пик драм, как кик драм, типа, ударник, но пик драм. И концепция вся будет про свинью, как бы. Ну, вы все равно все узнаете, как бы я вам подробнее все объясню. После, когда придет время, когда, ну, скажем, когда альбом будет на 80-90%. Шалом, шалом, шалом. Столько раз уже написал. Передай, передай. Я несколько раз не буду. Хорошо. Артем, ну, ладно, отвечу. Артем в Германии. Он живет там. Ну, и, скажем, 2 километра от меня, кажется. Все, ладно. Давай, давай, тут нашу только. Так, шишки что? Шишки, шишки. Да, курю шишки. Но только выращенные биологически, как био, только био. Ну, пиздец, да? Пролетает. Быстро все так летит. Это сейчас экран выглядит, как это, матрица. Знаете, когда вот эти цифры там, как бы, бегут, как бы. Что думаю про 187? Мне нравится их творчество, короче. Ребята из Гамбурга делают круто. Ну, я думаю, последние такие непопсовые, как бы, рэперы из Германии. Потому что сейчас же все хотят, типа, быть в тренде. А быть в тренде, это, типа, блядь. Ну, аутотюн, вот это, блядь. Афро-трэп, это хуйня. Эту хуйню я, как бы, не уважаю, не буду делать. Это для меня не рэп, и попса, тупо. Так, так, клипы будут? Клипы будут. Нравится UFC, конечно, нравится. Макгрегор, конечно. Что с рок-н-ролл? Рок-н-ролл, блядь, это сессия давно потеряна, как бы, я не знаю. Поэтому, я не знаю, может быть, что-то в том виде, если я что-то найду, может быть, доделаю. Собираюсь брить бороду? Никогда! Да, 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 пока нет, она же, она прячет мой двойной подбородок, блядь. Какой стиль треков? Стиль, блядь, хардкор. Хардкор, ну, как бы, олдскульчик чуть-чуть, ну, с тем, что я придумаю, что, ну, как, как я буду себя чувствовать. Будет интересно и... Будет интересно и... Я ему кинул уже пару биток, короче, он сказал, ой-ой-ой, Ваня, я как бы не могу себе представить, что это будет, но... Как я сказал, типа, это как, блядь, как колбаса, типа, процесс приготовления отвратительный, но, блядь, вкусный после. Шот умер в курсе. Да, я в курсе, жалко, пацана, короче. Ну, видите, ребята, Бог хочет только самых лучших, так что я буду ебать вам мозги вечно. Жалко, да, так листаются все? Я не успеваю лично. Так, ну, тут повторяются. Да, я вижу, тоже. Давайте договоримся, что не будем других хайперов. Вот и все. Ну, как, опять... Я с ними давно не общаюсь на альбоме, на новом альбоме НИДЖИН ИХСНИК. Как мне фейс? Следующий вопрос. Надо было в ка... Ну, ну, ладно. Ну, что, дальше что-нибудь? Они вот повторяют, ну, как к тому относишься, как... Что, на самом деле, Дима талантливый человек. И почему нет? Эти старые ебаные конфликты, это была детская хуйня и вообще, ну, похуй. Приезжай в Минск. Приезжай в Минск. Конечно, приеду. Сил, ребята. Приеду в Минск. Только условия, оно. Батя даже сделал, что можно, ну... Только с концерта. Приезжай в Киев, блокбастер. Я езжу все время в SkyMall, потому что там игра Land, он намного круче, чем эта игровая комната в блокбастере. Планирую ли тур? Ну, на этот год, как бы, нет. Но мы с Максом так решаем, я думаю, будет тур в следующем году. Кто из новичков? Я тебе вчера скинул про пиар-сувака. Из новичков, вот, честно говоря, слышал вчера маньяка, короче. Мне реально понравилась атмосферная хрень, бля. Намного круче, чем, блядь, всякие ЛДжей и вся эта, блядь, хуйня. Маньяк. Он выстрелит стопудово. Дисы будут? Вы слышали? Крим. Или вы не догадались? Там уже чуть-чуть там что-то есть. Или вам надо, типа, диссы в открытую, вот, именно кого-то 10, и я не буду, как бы. Но люди, которые услышат некоторые строчки, они стопудово поймут, что я имею в виду и о ком. Ебать, что с досаром, ебать, кто вообще это, бать, ребята досаром. Да нет, живет. Живет еще? Понятно. Он в городе убрался. Да, я слышал. Он в Америку, куда ты, типа, в Южную Америку съебался, там, типа, наверное, бананы собирать. О-о-о-о, я увидел что-то. Я не знаю, может быть, Витя будет недоволен, если я сейчас уже это скажу. Фит ССД будет. Потому что Витя тоже хороший чувак, я с ним общаюсь тоже. И я думаю, одного трека мало, надо сделать еще один. Заебись. Рэп войска? Не, может быть, будет. Только Rv Reloaded. Rv R, блядь. Нет, я с шоком уже давно не в ссоре. Как бы вот эти, блядь, детские конфликты, это уже, ну, как бы, это для не у школьников, короче. Вот они могут, блядь, там, между собой, там, конфликтовать. Блядь, тут даже девчонки отмешают. Блядь, что это такое было? Нет, вообще, вот вопрос про Версус. Я бы пошел на Версус, но если бы там не было судей, там, продавцов кроссовок и всяких, блядь, комиков там сраных, блядь. Знаешь, вообще, я считаю, что батл, ну, должна, короче, судить публика, а не какие-то рокеры и хуй его не знают люди, которые вообще не шарят и вообще, ну, не вникают в рэп-культуру, как бы, как она была и есть на самом деле. Как относишься к анти-хайпу? Анти-хайп? Круто. Нормальные ребята. Мне нравится их творчество. Это, я думаю, анти-хайп это единственные ребята, которых я вообще из русского рэпа сейчас могу слушать. Диму, анти-хайпа и, в принципе, остальное все. Потому что для меня это уже не рэпы. Как бы, если ребята, блядь, раскрашивают свои волосы розовым, блядь, или, блядь, красят ногти и глаза, это, блядь, пидорская хуйня. Ребята, мы же русские, блядь, ёбаный в рот, вы чё, блядь, мы же, блядь, богатыри, ёбаный в рот, мы выиграли вторую мировую, а вы, блядь, празднуете ребят, которые выглядят как шлюхи, блядь, и поют такую же хуйню, блядь. Кагуф? Честно говоря, Лёша меня как-то я даже не знал, удивил даже на версусе, честно говоря, против Птаха. Птахи, короче, очень круто, против Гуфа ничего не имею, он, чувак, делает своё, и это нормально. Он, как бы, не байтит, блядь, как все остальные. Приезжай в Анапу. Что там было, Оксимирон или Шок, что это было? Шок. Давай, давай. Если, если придётся выбирать, конечно, Шок. Тут смотри, просто, такие вопросы иногда пролетают, интересные, а тут, видишь, какую-то хуйню пишут некоторые. А, кто круче, Оксимирон или Шок, конечно, Шок. Как тебе скриптонит? Чувак делает своё, как бы, за это ему респект. Кто такой Виталий Джо? Не знаю. Может, это этот чувак, который написал только что сообщение, кто такой. Вернее, как. Пару, пару строк. Ребята, я сижу в парке, который, короче... Не, я не буду читать сейчас в парке, я же, блядь, не уличный музыкант. Да, я как бы с улицы, но не уличный музыкант. Всё правильно. Включите трек и всё, вот вам будет музыка. Качественная, определенная. Прочитать вам сказку, если хотите какую-нибудь там. Не знаю. Драгу. Драгу, драгу, драгу. Не, ребята, про драгу даже не спрашивайте, как бы. С драгу ни батлов, ничего не будет. Я тупо буду игнорить этого чувака. И даже, что я сейчас про него говорю, это как-то... Мне не очень так уютно и ловно. Потому что драгу для меня умер уже 10 лет назад. Всё правильно. Документалку снимем про тебя. Документалку? Ну, мы уже что-то снимали, но это всё хуйня, короче. Так что всё неактуально, надо всё по-новому делать. Кстати, я тут, ребятки, по классике, да? Балтика-семёрочка. Бамбл Бизи. Что ты слышал уже такое? А это с паблика? Ну, новая школа. Из новой школы... Из новой школы, короче, я... Слушайте, вы же маньяка. Никого не могу выделить. Лучше слушайте реально маньяка, короче. Реально чувак... Вот мне вчера Максим, мой менеджер, прислал пару треков от него, пару ссылочек. Я послушал реально. Чувак делает круче, чем вся новая школа. Передай привет Белгороду. Привет в Белгород. Чувак додумался и пишет сообщение сюда. Да? Он тебе в личку пишет, типа? Он в личку в этот пишет. В паблик. Да. Поэтому они выскажут. Привет, привет, привет в Белгород. Ну, он пишет какую-то хуйню, хотя бы один первого вопроса. С Digital Nox тоже ничего не будет. Как бы, потому что мы как бы потерялись и контакта у нас вообще никакого нет. Сейчас начнет паузы. Блядь, я вообще... Потому что так много сообщений, ребята. Вы строчите пиздец. Нет, чуваки вот одно и то же... Как будто вы играете в Контру, блядь, или, не знаю, в какую-то компьютерную игру, где надо, блядь, резко реагировать. Тут просто одни и те же вопросы, я имею в виду, про других рэперов, про такую тему, которая отвечает даже за школу. Про каких-то, блядь... А, кстати, Асиф Бит, Алеша Ниман. Короче, это главный продюсер моего нового альбома. С ним я сейчас работаю, короче. Он приходит ко мне домой, мы делаем у меня дома музыку. Алеша Ниман очень талантливый чувак. Ему сейчас 24 года. И я работаю с ним уже 10 лет. Так что представьте себе, какой у него огромный талант у этого чувака. Он мне в 14 лет делал такие биты, блядь, которые... Некоторые битмари, блядь, даже сейчас с 20 годами опыта не могут сделать. Почему ты в Киеве, а не в Германии? Почему я в Киеве, а не в Германии? Потому что моя теча живет в Киеве. И я прилетел показать ей внука. Мои фоточки. Сука, какую-то порнуху пиарит, блядь. Кто в моем фоке? Девочка? Да. Сиськи там видно, если что. Привет из Израиля. Ну, я это уже видел, походу, да? Привет назад в Израиль. Рад, что даже в Израиле знают. Что с Атуресом? А Туреса уже нет, он изменил имя, его сейчас зовут Кензу, но у нас как бы совместная студия. Ну, пока мы ничего не планировали, я думаю, что на альбоме его тоже не будет. Ну, вот, все заебись, кучи. Пару нормальных вопросов есть. Ну, они повторялись, видите? Ну, про парламент, я что-то прочитал, и ребята, вы даже его вспомнили? С ним у меня уже, наверное, лет 15 нету контакта. После не рэпер 2, короче, я не знаю, что он делает, он, ну, он в универс ходил, я не знаю, может, он сейчас юрист или еще что-то. Что-то я не видел ни одного вопроса, почему у тебя кофта The Weeknd, потому что The Weeknd очень крутой чувак. А ну, в зеркальном отражении, я не понимаю, что-то. Так, так, так. Часто читаю, как твой сын, мой сын здоровый, умный, сильный, самый лучший, самый красивый, так что все хорошо. Ну, я не думаю, что он будет рэпером, ребята, потому что, потому что, я не знаю, блядь, потому что, блядь, это ебаная, новая школа испортила весь рэп, и, блядь, просто стыдно, нахуй, ну, быть рэпером, как бы. Если вы считаете, что новая школа, новая российская школа, это рэп, то мне стыдно, блядь, быть рэпером. Спасибо за камбэк. Пожалуйста. Так, так. Ой, подождите, ребятки, мне сейчас, мне надо ответить. Жена звонит, надо... О, отлично. Нормально слышно, ребята. Да, не повторяйте, ребята, вопросы, если мы, ну, пропустили их, значит, это херня какая-то. Ну, как относишься к тому, к тому, это ж... Ну, бред, ребята. Мне зачитать, да? Не курим сигареты. Как подняться на музыке? Да, блядь, купи рекламу в паблике. Ну. Что с Артёмом? Да, блядь, напишите ему, спросите. Что, продолжишь? Или покуришь? Должен. Ну да. Я взял телефон, начали люди уходить, блядь. Ха, подумали, что это за уебок, нахуй. Так. Что там? Тони Монтаров... Нет, это... Была строчка... Это мне уже в личку пишут. 187, это в Америке, коп киллер. Поэтому, и так как трек, типа, о том, как я... Не закрыл? Ну, закинь его туда, накануя. Трек о том, как мы жили раньше, в 20-х, как мы начинали, короче, слушать рэп, делать рэп. Поэтому, 187, это просто, знаешь, это... Это типа, кот для... Ну, коп киллер. Это чувак, который убил мента. Поэтому. Это не про ребят с Гамбурга, как бы. Многие спрашивают про строчку, я переобулся, да. Я просто... Я просто оставил свои старые кроссовки в магазине, надел новые и вышел. Это не то, что я, блядь, переобулся, потому что у меня отошла подошва. Я просто... Когда у меня отошла подошва, я пошел в магазин, переобулся, короче, и вышел в новых кроссовках. А старые оставил там. И в этом треке, как бы, это все реально, это все так и было. Это все из моей жизни, это все рил. Ну, видишь, что же, поймешь, что сообщение. Ребина. Даже про тесты кто-то вспомнил. Тесты, как бы, уже давно живет, по-моему, в Испании где-то. По-моему, даже кофешоп открыл. Я сейчас не в курсе, как бы. Потому что там, там вроде как бы легалайс и нет. Но там можно открыть такой клуб, где, если ты, как бы, если у тебя эта карточка, этого клуба, то ты можешь приходить туда и, как бы, курить траву. Нормальный вопрос. Нет, не буду действить с Тима, потому что зачем. Как бы, у нас нету конфликта и все такое. Демки будут выходить. Скажи, что не будет демок. Демок не будет никаких выходить, да, потому что... В эти времена... Да, да, это непрофессионально. Так как мы... Хотим сделать в этот раз все красиво, все аккуратно, ну, все очень красиво, чтобы все звучало хорошо. У меня даже звукарь теперь появился. Пицарус, привет тебе, если ты смотришь. Так что... В этот раз не будет никакой, блядь, хуйни такой спонтанной. Просто в этот раз все будет сделано, ну, сведено, обработано и после только будут выходить треки. И только когда будет все готово, только тогда появится конкретная информация о том, когда, что и сколько. Ну, все, в принципе, тут вопросы. Виш, они повторяются, потому что, наверное, задержка большая. Задержка большая, они услышат где-то через пять минут только ответ. С iSpeak общаясь, он мне тоже подойдет на альбом, я его даже возьму. Короче, ребятки, насчет альбома я вам скажу только столько, что альбом будет в этом году. Просто и все. Просто я когда-то, наверное, говорил, что будет летом, но так как я хочу сделать, говорю в этот раз, хочу выстроить. Может быть, это будет моим последним альбомом или хуй его не знает. И я хочу вас порадовать. Не просто какой-то хуйнё, там, какие-то, блядь, демки и хуй его не знает, что. Это должно быть красиво. И я, короче, хочу контролировать процесс, я хочу делать все сам, я хочу во всем этом участвовать. Как бы... И только буду доволен, когда это будет звучать так, как я хочу. Давай, знаешь, что скажем? Что будет интервью на канале, пусть подписываются. А, в натуре, короче... Если они пропустят. Завтра будет... Ну, мы завтра поедем снимать. Ну, типа, такое небольшое интервью. Там будет чуть-чуть больше информации для вас. И это мы выставим или на мой YouTube-канал. YouTube-канал ВКонтакте, короче, ребятки. Кто ещё не подписался, подписывайтесь. Мне обязательно ставить лайки, потому что мне на них похуй. Эрика Баду? Эрика Баду, крутая чувиха. Она, бля, охуенная... Сол певица, мне нравится. У меня даже альбом от неё был когда-то, когда мне было 17. Эрика Баду, блядь. Ваще... Хорошо. Привет из Мологды. Расскажи подробнее. Подробнее я расскажу завтра в интервью. Короче, мы с Максом поедем. Говорить, где будем снимать? Нет, лучше не скажем. Да. Ребятам снимем нормально. Да. Кстати, двух фанатов, как бы, просто так, в каком-нибудь... ...потатке. Всё начинает, люди, по 400 человек. И сейчас времени сколько? 12 часов. 25. Небудь, потому что там сейчас... Нет, там сейчас, наверное, уже 5 часов утра, да? Блейз. Как там Блейз, пожалуйста. Уже давно не делает рэп, короче, и он... Я его не видел уже 10 лет, наверное. А, знаю только, что он работает где-то, ну, с... Там. Засиги куришь. Когда они начнут у меня с... Говорить. Алитис. Кстати, у меня будет фич. С одним греком. Ну, не с Алитисом, но... С чуваком с Греции, короче. Он... Очень давно делает музыку. Олдскульный такой чувак. С греком у меня будет тоже фич. Кстати, с Лобусом у меня тоже будет... Поляком на альбоме. Как там токси-то бывает? Вообще, я давно не общался. Кто-то смотрел... И с Ольгой я уже тоже давно не общался, не знаю. А, из России пока... Это будет только... Ну, что... Ну, сто процентов, могу вам сказать. Потому что... Перед тем, как я полетел в Киев, я отослал ему минус. Крутой, который я делал с Алешей Ниманом. Дэнди, я не знаю. Дэнди, я не знаю. Дэнди, я уже... Наверное, после второго фита я вообще с ним... Не знаю, как он... Ну, он живет вроде в Николаеве, короче. Когда я жил даже в Украине, я уже тоже с ним тогда уже не общался. Видишь, какие хитрые пацаны, блядь. Забей. Давай, вот здесь лучше читать. Кто тебе нравится из новой школы? Вроде сказал, что никто. Ребята, вы вообще-то пишите какие-то имена, блядь, которые... Из 2005-го, может, какого. Да, я даже не знаю. Некоторые люди, про которых вы пишете, я даже не знаю, живут ли они вообще, или я не знаю. Постоянно этот вопрос. Кто такой Мизи Монтана? Да, я девы тоже не знаю. Есть вроде какой-то Бизи Монтана. Есть такое? Нет, я вроде даже не слышал таких. Это из новой школы. Ребята, про новую школу даже не спрашивайте, потому что я новую российскую школу не уважаю. Из новой школы я уважаю только, например, Тадаласайн, Вискалифа, Конечно, Black Hippie, блядь, это вообще нахуй, охуенно. Кендрик, вот эта вся хуйня. На немецком будут куплены? Блядь, мой немецкий, наверное, уже... Мой русский, хуёвым. На немецком, наверное, ничего не будет. Но там будет у меня фичер с немчиками, короче. Тебя, чувак, спросил, как Eminem у тебя. Eminem? Давай, зажги, и будем завершать. Новый альбом так себе. Там мне понравилось только пару треков. Ну, конечно, техника у Eminem, блядь, до сих пор пожизненный респект. И Максим мне показал вчера продолжение с Free I Am, короче, блядь, клип, короче, я охуел просто. Круто. Eminem до сих пор для меня рэп год, как бы, все. Даже не оспаривать с этой хуйней. Ну, все, попрощайся. Да и все, и будем завершать. Где Таня? Сказал, подойдет? Интересно тебе? Да. Таня позвонила, сказал, я забыл ключи, так что мне, ребята, надо домой спать. Я же семейный человек. Как тебе Blackstar? Blackstar? Где Diz? Ебать, да ну нахуй. Кто-то это спросил? Да. Так. Давай уже такие стебные вопросы пообирать, так что их почитаем, полакаем. Да. Ну же. Как там синдикат, что с синдикатом? Ебать, 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 ебать. Что с Diz? Что с Diz? Что с Diz? Что с Diz? Бать, ребята, еще раз уточну. С Костей не будет фитов, с Ginex не будет фитов. У нас нету никаких конфликтов, мы просто уже не общаемся, потому что, наверное, у нас, разные интересы, я не знаю, ребята, но у нас никаких ссор, никакого бифа. Как бы с моей стороны, я не знаю, как ребята думают обо мне, но вообще все плохо обо мне думают, так что... ответы в Сочи передают. Сочи, Сочи, круто. Может быть, когда-нибудь приеду в отпуск в Сочи. Death Row, правильно, чувак, правильно написал. Домино крутой чувак. Какой домино? Этот с Москвы? Нет, нет, один крутой чувак был. Это не тот, который там выступал. Не тот с квадратной башкой или что? Нет. А, хорошо. Тот домино нормальный, че, че. Ну, значит, тогда не знаю. Я знаю одного из Москвы, там типа даблтаймер такой, ну, блядь, он мудак. Привет из Гомеля. Привет в Гомель назад. Конечно. Люблю Беларусь, короче. А, ну, мой менеджер Беларусь, короче. Как я не могу любить Беларусь? Я же не могу что-то плохое сказать сейчас. Студия. Во сколько студия тебе обошла? Скажи. Продал какую-то машину, чтобы построить эту студию. Нет, пришлось продать почку и построить студию, как бы. Так. Белгород уже передавали, да? Привет в Москву, привет в Питер. Короче, привет в Россию. Люблю Россию, потому что я там родился, как бы. Но ненавижу российскую политику. Ну, начинается. А, все. А, чуваки сами должны уже понимать. То есть, их страна, где они живут. Я только что передал в СПБ привет, ребята. И во все остальные города, где есть мои фанаты. Как мне Ангела Меркл. Сука, приедьте, задушите эту суку. В Казахстан точно передавали. В Казахстан передавал привет. Вот в Казахстан, насчет Казахстана надо думать, как бы. Потому что я никогда не был в Казахстане. Но надо как-то ребят порадовать, как бы. Так что... В Ростове был. Привет в Ростов. Короче, уже передавал вроде. Я, конечно, географию. Они начали попросить. Свои города. А тут их бесконечно. Бесконечно просто. Россия просто огромная. Я всем не успею передать. Я столько русских городов не знаю российских. Фиг Ангела Меркл. Блядь, чувак, правильно, правильно. Вот это правильно нахуй. Правильный подход к немецкой политике. Я цитировал Димин текст. У него же... Привет в Барнаул. Барнео. Круто, блядь. Привет в Сибирь. Новосибирск. Блядь, чуваки. Про Лобуса там было. Я видел. Лобус будет на альбоме. Даже опять на польском куплет читают. Нет, тут есть такие адекватные вопросы. А другие, блядь. Да, просто, просто, я не знаю. Простима, блядь. Какую-то хуйню какую-то. Ну да, просто. Да забудьте вы этих людей. Оставьте их в покое. Токсик. Токсик. Ребята, это все в прошлом. Это все в прошлом. Они слышат. Молдова. Тут такая география просто хуевая. Да, привет туда тоже. В Молдове. Фиг дай нам от этого гурензон. Что еще там? Я выбираю, я выбираю. Лукашенко, Лукашенко. Я не знаю. Мне, наверное, нельзя ничего говорить про Лукашенко, потому что... Могу сказать. Макс, а вдруг меня не пустят в Минск? Да, в натуре, видишь, нельзя говорить такое. Лукашенко же выебет меня просто. Как бы. Запретит выступать. Я не могу. Мне надо говорить, Лукашенко охуенный чувак. О, привет в Нижний, еб твоя. Как я забыл. Будет фит со Стимом. Да, блядь. Ребята, вы ли окурились или бухие? Просто такие вопросы странные иногда. Привет Кириллу, откуда? Крым. Что насчет Крыма? В Ижевск в 12-м году обещал приехать. Да, но там, блядь, не я виноват, что это, блядь, сорвалось все. Просто мы же хотели лететь в Ижевск с Ромой, с Омом. Ну, там, хуй его не знает, что это, блядь, нас не зарегистрировали на рейс, и хуй его не знает. Короче, там какая-то хуйна была. Ребятки, если какие-то косяки, я же не всегда виноват, потому что, смотрите, если мне кто-то что-то обещает, да, я после обещаю это что-то другим, короче, а тот не выполняет свое обещание, и в конце концов, блядь, выходит так, что я виноват во всем. Ну, и похуй, как бы. Это, блядь, стандартная процедура такая, знаешь. Ж, блядь, винить все время, все время, ну, другие виноваты, как-то. Привет всем всей России. Привет всей России, всей Украине, привет Беларуси, Молдавии, Литве, Латвии, Грузии, Израилю и всем странам мира, где есть мои фанаты. Сука, блокировать карту, нахуй. Что, кого? Как-то хуй не пишет. Уже все, видишь, блядь, крыша ездит. А вот эта сучка, все, смотри, смотри, подожди, давай. Какая сучка? Блядь, блядь, вот. Наташа, ну, сиськи у нее на фотке вроде нормальные. Наташа Александрова. Да? Да. Наташа Александровна. Это типа бордель или что-то такое? Да, нет, нет, какой-то спам. Спам какой-то? Да, она скидывает, я ее еще второй раз ловлю. О, вон еще, она опять, блядь. Не надо ее блокировать. Наташа, покажи, покажи сиськи. Это пацан распространяется. Так. Если вы думаете, почему это насморк, это не насморк, это просто кокаин намного, блядь. Ребята, ребята, все, я как бы, я вас всех люблю, но просто думаю, что, наверное, надо заканчивать на сегодня. Я постараюсь выходить почаще в прямую трансляцию, постараюсь Макса больше напрягать, чтобы он писал больше информации на моих страничках в соцсетях, короче. Может быть, покажу актуальную фотку моего пениса тоже. Так, давай, ребята, я вас люблю. Короче, ждите, ждите. Я в этот раз, я даже уверенно говорю, что я вас не огорчу, как бы, потому что в этот раз будет все так, как я хочу. И только тогда, когда все будет звучать, как я хочу, мы это все сделаем. Как бы, Макс уже работает, как бы, над этим всем, да. Он же из-за меня только сюда и приезжает, как бы, в Киев. В Германию он, как бы, не может ко мне прилететь. А мне не хочется, что я уебок и музыки нет. Кто пишет, что ты уебок? Нет, они не здесь. А я же тоже только что историю рассказывал. Вот смотрите, я Максу пообещал пять лет назад, Макс, нахуй все будет охуенно. Видите, он вам пообещал, а я, блядь, сука, отморозился. Видите, он не уебок, это я уебок. Да нет, ребята. Спешить надо только. Да, спешить надо только, когда воруешь, трахаешь чужую жену и когда, и что еще? И когда что-то горит. Поэтому, ребята, не надо спешить. Тише едешь, дальше будешь. Все? Все? Да, тут уже, чуваки, все поспрашивали. Все, все поспрашивали. Все нормально будет, короче, в интервью, ребята. Ну да. Так что, если вам понравилось то, что я говорил, мне все понравилось. Потому что вы задаете не очень вопросы, на которые я бы хотел отмечать. Но, говорю, завтра снимаем интервью. И там все будет подробнее, как бы, все будет подробнее описано. О альбоме, о всем, что ждет вас в ближайшее время. Так что, я, наверное, все сказал насчет ребят, которые будут сто процентов на альбоме. Которых сто процентов не будет. Ну да, в пицце. Вот альбом будет. Если что, завтра пойду в музей, короче, ребята. Может быть, оттуда будет тоже прямая трансляция. Не, подожди. С утра пойду в музей, вечером снимаем интервью. Вот так это было. Так что? Зигзай. Зигзай.